многие люди очень часто откладывают свои новые возможности из-за того что боятся что при реализации этих возможностей что-то может пойти не так хотя на самом деле люди не боятся перемен люди не боятся новых возможностей люди боятся испытать чувство разочарования давай сыграем в одну небольшую игру прямо сейчас пока ты смотришь это видео возьми свою ладонь представь на ладонь конфету конфету которую ты любишь конфету которая тебе уже знакома пускай это будет какая-то одна из твоих самых любимых шоколадных конфет и вот увидеть на ладони упаковку и когда ты увидишь упаковку начни ее мысленно разворачивать ты мысленно разворачиваешь упаковку держишь в руке уже развернутую шоколадную конфету кладешь ее в рот начинаешь жевать а внутри под слоем шоколада оказывается соленый огурец именно так мы испытываем чувство разочарования то есть когда мы берем какую-то привычную возможно какую-то знакомую вещь пробуем ее и пробуем конечно это метафора возможно мы пробуем не конфету возможно мы пробуем что-то новое сделать и мы предполагаем что-то одно а получается что-то другое и когда наши ожидания не соответствует той реальности мы начинаем испытывать чувство разочарования и это неприятно это неприятно но это не страшно то есть ты не боишься ты не боишься нового ты просто не любишь испытывать это чувство запомни это с этого момента в этом видео я поделюсь тобой сразу двумя техниками которые помогут тебе более спокойно входить в новый опыт которые помогут тебе меньше бояться каких-то перемен и давай разбираться дальше из чего складывается наш опыт наш опыт складывается из проб и ошибок и давай вернемся все таки к примеру с конфетами когда ты берешь какую-то конфету которую ты любишь которую ты уже знаешь ты и разворачиваешь кушаешь и вроде как все нормально но в мире еще существует огромное множество просто миллионы других конфет но в силу того что одна какая-то конфета тебе уже хорошо знакома и ты ее уже привык кушать и и кушаешь если ты пробуешь новую конфету и она оказывается так себе ты сам бессознательно делаешь вывод что пробовать новое не стоит потому что ты получил вот такой негативный опыт но одновременно попробовав новую конфету ты можешь получить куда более лучший вкус да то есть тебе может попасться более вкусная конфета и это здорово здорово когда люди пробуют что-то новое я не знаю что является твоей позитивной целью я не знаю на что ты сейчас не можешь решиться я не знаю что ты долго откладываешь но я уверен если ты смотришь это видео то у тебя есть хорошие позитивные цели потому что ты человек развивающийся и давай уже переходить к непосредственно практике для этого тебе понадобится твоя цель твое желание я не знаю что это может быть ты хочешь сменить работу может быть ты хочешь вступить в какие-то отношения до найти себе парня девушку жену мужа может быть ты хочешь вовсе переехать в другую страну может быть ты хочешь начать зарабатывать удаленно я не знаю что это напиши в комментариях поделись со мной что это для тебя у меня допустим есть такая позитивная цель я хочу выступить на одной конференции но есть один нюанс на этой конференции нужно выступать на английском языке а я на английском языке еще ни разу не выступал да у меня есть легкий страх что я могу разочароваться в себе но именно для этого я снимаю тебе сейчас это видео чтобы ты с моей помощью и с помощью инструментов и упражнений которые я тебе сейчас давать смог эти барьеры преодолеть и так возьми вот эту цель ту вещь который на которую ты не решаешься ту вещь которую ты откладываешь и мы уже переходим к первой техники первая техника называется и чё вот прям так и называется и чё сейчас поясню почему у нее такое название дело в том что здесь тебе нужно будет задавать один и тот же вопрос до тех пор пока ты не поймешь что то что тебя ограничивает она абсурдно давай переходить сразу к технике сейчас очень важно отследить свой внутренний диалог что это значит сейчас думая о своей цели задайся вопросом что самого страшного может случиться если я это сделаю давай на примере ну допустим вот ты решил кардинально изменить свою жизнь и решил уйти в какую-то новую сферу деятельности может быть ты работал я не знаю каким-нибудь инженером решил стать айтишником сейчас вот модно становится айтишником или может ты работал инженером решил стать психолог как я и когда ты думаешь о своей цели у тебя будут в голове всплывать ограничивающие установки будут всплывать ограничивающие убеждения ну допустим когда ты думаешь о своей цели для может появиться мысль если я это сделаю то с меня будут смеяться если я это начну делать то у меня может не получиться если я это начну делать я останусь без денег если я это начну делать то я не оправдаю чьих-то надежд и так далее так далее здесь может получиться очень большая такая вереница ограничивающих убеждений но как раз таки техника и чё помогает эти ограничивающие убеждения проработать давай смотри дальше что нужно делать задайся вопросом что самого страшного случится если я это сделаю и к примеру у тебя твой внутренний диалог тебе подсказывает с меня будут все смеяться окей берешь это убеждение с меня будут все смеяться и задаешь опять этот же вопрос что самого страшного может случиться если с меня будут все смеяться и опять слушаешь свой внутренний диалог и к примеру к тебе приходит ответ я буду чувствовать себя неприятно окей опять задаешь этот вопрос что самого страшного со мной может случиться если я буду чувствовать себя неприятно и допустим приходит ответ ну я буду грустить два дня и может быть даже запью к примеру окей задаешь снова этот вопрос что со мной самого страшного может случиться если я буду грустить два дня и может быть даже запью и получаешь ответ да ничего через два дня жизнь начнется заново ну я здесь показал короткий цикл на самом деле когда ты будешь делать это упражнение твой цикл может быть несколько больше но смысл задавания на каждое новое убеждение этого вопроса что самое страшное может со мной случиться если это произойдет ты как бы доводишь ситуацию и свою нерешительность до абсурда и потом ты можешь прям сравнить что у тебя получилось на выходе и как правило на выходе получаются очень абсурдные какие-то утверждения и конечном итоге ты получаешь ответ у себя изнутри да ничего страшного поэтому эта техника и называется и чё то есть ты как будто каждый раз себе задаешь вопрос и чё что со мной со мной самого страшного может случиться будут смеяться и чё будут смеяться я буду чувствовать себя неприятно и чё я буду чувствовать себя неприятно и будут два дня грусти и чё и так далее то есть ты таким образом раскручиваешь свои ограничивающие убеждения я делюсь прям супер мощной техникой я ее использую в индивидуальной работе со своими клиентами и очень часто ее применяю к себе ну и дальше если ты хочешь научиться пробовать что-то новое как раз таки навык пробование это по большому счету это привычка а если эта привычка то эту привычку можно развивать и развивать ее можно достаточно просто давай с тобой договоримся что в течение недели каждый день ты будешь пробовать что-то новое это не значит что тебе нужно не знаю там течение недели семь дней переезжать на новое место до в новую страну это нереально и невозможно да и ты не решишься сейчас но чтобы прокачать вот эту мышцу прокачать вот эту мышцу пробования что-то нового нужно немножко расшевелить свои нейронные связи как это сделать это делается просто элементарно например пойди сегодня незнакомой дорогой вот ты ходишь все время по прямой самым коротким путем а пойди сегодня длинным путем да вот у тебя есть какой-то маршрут немного его измени немного его измени или допустим ты ездишь на работу на автобусе поедь на такси или наоборот и ездишь на такси поедь на автобусе или ты ездишь на автобусе пройдись пешком то есть вот что-то новое ты кушаешь конфеты такой марки попробуй конфеты другой марки или как еще можно делать себе вносить новшества в каждый день может быть ты привык не знаю просматривать ролики на ю тубе только на тему психологии возьми потрат 15 минут времени и посмотри какой-нибудь видеоролик к примеру про дрессировку собак и это уже будет что-то новое попробуй это сделать с неким таким интересом и чем больше ты будешь в своем реальном дне делать вещей которые тебе не знакомы и тем самым разовьешь в себе привычку делать что-то постоянное новое и у тебя страх перемен боязнь перемен уйдет и ты просто начнешь действовать на этом у меня все до скорых встреч пока пока